Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео с вами хочу немножко поговорить, рассказать вам свои какие-то швейные и дизайнерские истории, которые были какие-то неудачные, немножко казусные. Если вам это интересно, то оставайтесь вместе со мной. Добро пожаловать на мой канал. Я согласилась. Это был натуральный шифон. Я настолько намучилась этой блузой, и ткань была настолько легкая, настолько капризная. Мне было так ее безумно тяжело шить. Мне самой лично тоже моя работа как бы не понравилась. Но это был максимум того, что я могла сделать с этой тканью. Заказчице тоже не понравилось, как я отшила. И она попросила, чтобы я вернула деньги за эту ткань. Конечно, в итоге мы были обе разочарованы. Ну и это для меня была такая вот галочка, чтобы я на будущее для себя взяла, что с шифоном я больше никогда работать не буду. Второе, что я бы хотела вам рассказать, это когда я училась в колледже, я отшила свой первый мужской комплект. Брюки были черные, рубашка была черная, а жилет был серый. Был черный воротник, это была классическая костюмная ткань, которая застегивалась на тесьму молнию. И вот эта тесьма молнии приходила в шалевый воротник. И шалевый воротник у меня был черным цветом, карманы, рамка у меня была черным цветом. На спине у меня шла борцовка и вот такая вот черная полоса. Настолько это все смотрелось стильно, дорого и вкусно, вот просто вау. Но моя учительница сказала, что отшила все очень классно, все очень круто, но твоя работа тянет на четверку, не на пятерку. А другая женщина, заведующая, она сказала, ну типа, если у Инессы тянет на четверку, то что мы остальным поставим, двойки, тройки? Но я решила то, что меня четверка не устраивает, так как я была отличницей. Я решила то, что я перешью и я заново закупила ткань. И все это опять обошлось мне в кругленькую сумму денег, потому что ткань шла очень хорошая. Я купила все коричневым цветом, шоколадным. И я отшила новую мужскую тройку. Почему первая тройка не удовлетворила моих учителей? Потому что какие-то моменты были отшиты не по технологии, а именно отшиты мужские брюки. Учителя мне не подсказали то, что когда мы конструируем, когда мы шьем брючки, на задней половинке брюк мы должны оставить с каждой стороны по 3 см. Получается, у нас точной шов должен быть 3 см. И от него потихоньку, плавно мы переводим в 1 см. Они мне это не сказали. Потом они меня тоже не предупредили, что на мужских брюках классических идет мужская лея. Что такое мужская лея? Это когда на передних половинках брюк доставляется натуральная ткань белым, либо черным цветом. Получается, а когда я отшила свой первый комплект, я этого ничего не знала. Меня мои учителя не предупредили. И поэтому в дальнейшем, когда я уже отшивала новый комплект, я учла все недостатки и уже отшила, как полагается. Почему случилась такая ситуация? Потому что учителя сами были особо не ознакомлены с тем, как шить вот эти мужские вещи, потому что в основном мы отшивали женские вещи по женской технологии. А вот в мужской технологии есть какие-то нюансы. Третье, что я вам хотела сказать, это когда я училась в Москве в лаборатории моды у Вячеслава Зайцева. Курс у нас был вечерний, длился он 3 месяца. Уже когда оставался последний один месяц, я уже хотела все это бросить, я хотела вернуться в Алмату. Но была одна девочка, которую звали Ася. она мне сказала, что Инесс, ну потерпи еще чуть-чуть, и вот ты закончишь, и не надо уезжать домой. Ну и вообще, почему я хотела уехать домой? Потому что я очень уже соскучилась по своим близким, и я устала как-то вот ходить, учиться, вот это вот все делать. И потому что какие-то были такие моменты, которые нас обучали в колледже, поэтому мне где-то было уже неинтересно. А что меня интересовало в лаборатории моды у Зайцева, так это меня интересовал калаш и больше рисования, нежели технологии и конструирования. Четвертое, что я вам хотела рассказать, такой один казусный момент, это заказчица. Эта женщина, она имеет свой мусульманский отдел, и она попросила нас отшить ей коллекцию. И я нарисовала очень много эскизов, пришла вот с такой вот стопкой к ней, мы все это пересматривали, перебирали, она сказала, что ей нравится, что ей не нравится, как изменить, что добавить, что убавить. В конечном итоге все моменты были учтены. Я выбрала ткань, я с ней советовалась, она соглашалась со мной. И в конечном итоге, когда мы уже отдали все это на производство, чтобы люди начали шить, работать, кроить это все, и она нас так подгоняла, ну давайте быстрее, ну давайте быстрее, давайте быстрее. Получается, где все это отшивалось, люди физически не могли все это сделать быстрее. Эта женщина, она отказалась от нашего заказа, она привезла вещи там с Киргизии, либо с Турции, и получается, всю вот эту партию, которую мы отшили для нее, она ничего не взяла. Это был большой минус, то, что мы шили, не заключая договора, но это, знаете, для нас это было что-то такое, как первостепенное, что мы хотели просто попробовать. Вот, но моему хозяину обошлось это в кругленькую сумму, и в дальнейшем я все эти модели распродавала через интернет, через OLX. Ну и, конечно, продавала я по ниже себестоимости, когда, ну, люди ушли просто в убыток из этой коллекции. Пятое, что я вам хотела сказать, был один такой заказ, как, получается, меня попросили создать коллекцию, просчитать всю сумму, всю фурнитуру, все закупить это, но потом мы решили сделать, как пробный элемент, мы отшили комбинезон, который прошел просто на ура, и второе мы отшили трикотажное платье, которое я дала одной знакомой швее, которую она шила, и получается, конструктор, когда все это краил, и когда подгинял на фигуру заказчицы, она настолько утянула это платье спереди, то, что все боковые швы ушли на 2-3 см назад, в сторону спинки, и, получается, заказчица это заметила, ей это очень сильно не понравилось, в отличном итоге, конструктор у нас остался без заплаченной работы, ну, на самом деле, это была ее ошибка, то, что она сделала такой нехороший крой и подгонку платья, а я, получается, потом в дальнейшем со своего кошелька платила местной швее за то, что она выполнила это платье. Шестое, то, что я бы хотела сказать, то, что, когда я находилась в Москве, я рисовала коллекцию на русский силуэт, это очень популярный конкурс в России, я нарисовала 5 эскизов, когда я им отправила, я прилетела в Алмату, и когда они мне ответили, типа, готова ли у вас коллекция, но они должны были мне пару месяцев это все назад сказать, что, ну, вы прошли, вы будете отживать коллекцию или нет, получается, они мне это сказали уже перед самим финалом, полуфиналом за 2 месяца, когда, ну, я просто уже физически не могла отшить эту коллекцию, закупиться тканями, поэтому я, ну, пролетела с этим конкурсом, с русским силуэтом. Седьмое, свою дочку я назвала Жасминой, в честь своего будущего бренда. Я настолько люблю какие-то авангардные вещи, да, я люблю обычную женскую одежду, там, платье, юбки, я это все обожаю, но при этом меня очень сильно тянет по восточным ноткам, и в дальнейшем я бы очень хотела бы иметь свою восточную мусульманскую марку, и когда я была беременна, я думала, как бы называть ребенка, я представила, как это будет красиво, написано на английском Jasmine, и я представила, как это все это будет выглядеть на этикетке, на абае. Конечно, звучит это немножко лепо, но на тот момент мне как-то эта идея очень понравилась. И последнее, восьмое, что я хотела вам сказать, случился у нас немножко такой вот казус в семье две недельки назад. Если вы следите за мной в инстаграме, то вы знаете, что я отшила пару недель назад для своей свекрови накидку из искусственной замши. Ей очень все понравилось, я очень мучилась, настраивая машинку под эту ткань, и я была очень довольна работой, но, к сожалению, у меня нет фотографии. Пару недель назад муж немножко высказал что-то неправильное в адрес своей матери за счет отношения ко мне, либо паршива, ну, не знаю, в общем. И в конечном итоге свекровь разрезала абсолютно все, что я для нее сшила. Мне кажется, что это самая большая, ужасная, трагическая ситуация в моей жизни, когда то, что я отшила, люди просто изрезали, порезали. Честно, это просто как будто ножом по сердцу, по душе моей. Вот. Получилась немножко такая вот неприятная ситуация. Ну, тем не менее, как бы, я смотрю очень позитивно на все это. Ну, это всего лишь ткань, это вещи. Везде какие-то бывают свои неловкие моменты. Но жизнь на этом не останавливает. Если у вас были какие-то неприятные конфликтные ситуации, связанные со швейкой, либо с дизайнерскими какими-то моментами, обязательно напишите мне в комментариях. Будет очень интересно, приятно послушать ваши какие-то истории. Потому что, ну, когда человек работает 10-15 лет, за это время просто куча разного всего может интересного происходить, как хорошего и плохого. Если вам понравилось это видео, то поддержите меня лайком, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok